Приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! Наверняка у каждой хозяйки найдется несколько необычных рецептов блюд из кабачков. Сегодня предлагаю еще один интересный рецептик в вашу кулинарную копилку. Такие кабачки могут быть и закуской, и горячим блюдом. Получается очень вкусно, сочно и нежно! А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Для начала срезаю у кабачка бачок и беру терку для моркови по-корейски и использую ту сторону, которая предназначена для нарезания тонкими пластинами. Вы можете взять любое другое приспособление, главное, чтобы нарезка была очень тонкой. Оставшийся противоположный бок кабачка я также убираю, он мне не пригодится. И теперь мне нужно придать ломтикам еще большей эластичности. Для этого я их складываю слоями и солю каждый, совсем немного. Таким образом поступаю со всеми пластинами и дам им какое-то время постоять. А пока подготовлю курицу. Филе куриной грудки мне нужно нарезать также очень тонкими пластинами. Друзья, если вам понравится этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. А также не забудьте посмотреть плейлист с не менее интересными рецептами из курицы. Ссылку на него вы сейчас видите в правом верхнем углу. Раскладываю кусочки на разделочной доске, накрываю пленкой или отрезанным пакетиком и отбиваю молотком. Я использую сторону с крупными зубчиками. Большую силу прилагать не нужно, слегка. Сразу посолю и добавлю любую смесь специй по вкусу. Таким же образом поступаю с остальными кусочками курицы. Мне нужны будут маленькие кусочки, примерно такие, и поэтому те, которые побольше, я разрезаю. Тем временем кабачки готовы. Посмотрите, какими они стали мягкими. Весь сок, который образовался в тарелке, нужно слить. Далее беру пластину кабачка, раскладываю на доске. Сверху кладу кусочек курицы и немного сливочного сыра. Его количество на ваше усмотрение. Сначала делаю рулетик из мяса, а затем заворачиваю его в кабачок, стараясь, чтобы мясо сильно не выглядывало по бокам. И вот у меня получаются такие заготовки. Отмечу, что для начинки подойдет любой творожный сыр, сливочный или так называемый крем-чиз. Также в него можно добавить чеснок или зелень. Или уже взять с добавками. Кроме таких сыров можно использовать брынзу или фету. Но все-таки со сливочным сыром мне нравится больше. Вкус блюда получается нежнее. Ну и теперь получившиеся рулеты нанизываю на деревянные шпажки. Я беру по три штуки, а вы ориентируйтесь на длину ваших шпажек. Можно брать и побольше. Кстати, это блюдо можно приготовить и вовсе без шпажек, просто сложив рулетики в форму. Но так ведь интереснее, правда? особенно нравится детям. Выкладываю заготовки на противень, который застелила фольгой. Фольгу можно смазать растительным маслом. Отправляю в разогретую до 190 градусов духовку минут на 30-35. Тем временем к густой сметане добавляю резаную петрушку и укроп. Сыр, тертый на мелкой терке. У меня твердый сыр, типа пармезана, но подойдет любой, типа российского. Соль я не добавляю, так как сыр достаточно соленый. После отведенного времени достаю рулетики и наношу сверху сметану с сыром. И еще раз отправляю в духовку на 5-10 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовые рулетики отлично держатся на шпажках, особенно когда остынут. Поэтому можно подавать прямо так. Это блюдо великолепно, как в горячем, так и в холодном виде. Как я уже говорила, его можно подавать как закуску или как горячее блюдо с гарниром или без. Нежное, сочное, тающее во рту мясо, пропитанное сливочным вкусом. Обернутое в ломтик кабачка, который остается слегка хрустящим. Это просто восхитительно! Несомненно, такие кабачки достойны не только обычного ужина, но и праздничного стола. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть, ставьте лайки. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!